Ну что, погнали? Погнали. Всем привет, меня зовут Юлия Горбач, и я работаю в музее, на самом деле, почти уже три года. Ну, за это время успели смениться автоматы, которые бы я могла назвать любимыми. И сейчас у меня, пожалуй, три любимых автомата. Один выбрать, конечно же, очень сложно. Первое место делят автомат спорт, пентбол, который сейчас находится на Рождественке, и автомат мотогонки. Он находится на ВДНХ. С ним тоже была непростая история любви. Долгое время я не могла понять, как играть в этот автомат, и на самом деле до сих пор много кто и из посетителей, и, возможно, даже из сотрудников, но не будем показывать пальцем, не понимают, как играть в этот автомат. Он не из самых простых, я соглашусь. В общем-то, все такие электронные автоматы сложнее, чем электромеханические, вроде как Тир и Морской Бой тот же. Но чем сложнее автомат, тем интереснее в него играть. И в какой-то момент я поняла, что у меня получается в него играть. Я понимаю смысл игры и то, как нужно обойти препятствия. А, да, смысл игры, в общем-то, в том, что нужно обогнать соперников в мотогонке. Вы находитесь на 15-м месте, естественно, нужно дойти до первого. Если доходите, получаете призовую игру, и там еще можно немножко посоревноваться. В общем, в этот момент я поняла, как играть в мотогонке. И, конечно же, сразу же он мне понравился. Потому что, ну, я думаю, всем знакома такая история, когда вы резко осознаете, доходите своим умом до чего-то. И, естественно, вам это нравится, я не знаю, как губер с эндорфинов, что-то в этом роде. Вот так он стал моим любимым игровым автоматом. Остается им по сей день, конечно же, немножко льстит, что в него мало кто играет, мало кому он нравится, мало кто догадывается, как в него выиграть, а ты можешь. Вот такая история про мотогонки. Ну что, сыграем? Сыграем. Управление тут довольно простое. У вас только одна ручка газа, и она же отвечает за поворот. Ну, в общем-то, весь руль. Важно обращать внимание на знаки дорожные, которые по правую руку от вас. И, к сожалению, есть все еще пара препятствий, с которыми я справиться не могу. Это, например, скользкая дорога. Совершенно не понимаю, как избежать резких поворотов на скользкой дороге. В такой момент нужно во вкус войти. И тогда все получается. Ну, неплохо. На самом деле, можно, я думаю, здесь несколько стратегий игры придумать. Ну, то есть подобрать, как у тебя получается. Нужно найти свой подход и все время узнаешь что-то новое. Класс. Спасибо.